Собственно, вторая лекция у нас пойдет по достаточно смежной тематике, и Игорь достаточно часто касался именно этой темы. Сейчас будет речь про идеальную механику или баллистику космических аппаратов. Собственно, Антон Громов перед нами выступит. Он ведет группу SpaceX ВКонтакте по каналу на YouTube, если я правильно говорю. Канал на YouTube SpaceX, а группа про Илона Маска в целом. Да, группа про Илона Маска, да, и занимается расчетом баллистики для космического спутника Лунного. Так что, я думаю, она расскажет достаточно много интересного про эту тематику. Антон? Я попытаюсь. Спасибо. Раз. Здравствуйте. Ну, так как меня представили, я, наверное, сразу перейду к делу. Только пульт возьму. Речь пойдет, как вы, наверное, поняли, про полеты в космосе. Любой полет в космос начинается с того, что в космос нужно как-то попасть. Давайте разберемся, как это сделать. Это сделать довольно просто. Вот вам краткая инструкция. То есть, чтобы попасть в космос, достаточно просто высоко подпрыгнуть. Примерно это сделала компания Джеффа Безоса, Blue Origin, в конце ноября. То есть, они сделали вот это. Ну, вы, наверное, видели громкие заголовки. Первая в истории посадка ракеты на Землю. Вот они сделали вот это. То есть, они как бы были в космосе. Ну, их корабль. Но они сразу упали, и полет их там длился несколько минут. Это не годится. Ну, то есть, для каких-то задач может быть, но не для нас. Мы хотим остаться в космосе. Как это сделать? Чуть сложнее. Представьте, что вы стоите на Земле в какой-нибудь башне, и вы бросаете камень. Он полетит примерно вот так. Почему оно исчезло, я не знаю. В общем, представьте, что вы теперь стреляете из какой-нибудь винтовки, и пуля полетит ваша вот так. То есть, она уже улетит дальше. Теперь, я надеюсь, среди этой аудитории ни для кого не секрет, что Земля круглая. Она не плоская. Поэтому, если мы отдалимся подальше, и вместе с тем, ну, запустим какой-нибудь объект с еще большей скоростью, он полетит примерно вот так. Уже становится чуть-чуть интереснее. Если мы еще чуть-чуть увеличим скорость, то траектория будет какая-то вот такая. То есть, вы видите, что мы его... Да, кстати, я забыл отметить, что вот эта вот башня здоровая, она, естественно, не в реальную величину. Как вы понимаете, это просто для демонстрации. Ну, в общем, объект, который вы запустили, он падает, 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 и приближается к Земле все медленнее. И возникает вопрос, что если запустить его... То есть, можно ли запустить его так, что он будет приближаться к Земле с той же скоростью, с которой Земля под ним загибается. И выясняется, что да, если вот с этого случая увеличить скорость еще чуть-чуть, и она будет называться первая космическая скорость, то объект будет падать вот так. Вот он падает, 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 и упал в ту же точку, откуда начал падать. И вот это и называется орбитой. То есть, чтобы выйти на орбиту, достаточно разогнаться до первой космической скорости, но сделать это нужно там, как бы, наверху, не в воздухе. В воздухе у вас не получится это сделать. А если еще чуть-чуть увеличить скорость, чуть-чуть отдалимся, то вот этот вот круг, он превратится в эллипс. Он станет вот таким. Но при этом, ну, в таком более-менее упрощенном случае, вы всегда будете возвращаться в ту же точку, и следующий виток будет точно такой же, как и предыдущий. В общем, как видите, чтобы остаться в космосе, важно не долететь до него, а разогнаться до большущей скорости, как бы, параллельно Земле. Вот. Поэтому ракеты, они стартуют, конечно, вверх, но они стартуют вверх только для того, чтобы из воздуха вылететь. А основная их задача — это разогнаться в плоскости параллельной Земле. И поэтому космические запуски на самом деле выглядят вот так. Это, кстати, тоже ракета Илона Маска. И вот здесь вот, кстати, видно, чем ярче линия, тем медленнее летит ракета, потому что это фотография с большой выдержкой, и как бы там больше света накапливается. Вот. То есть ракета вначале летит вверх, а дальше чем меньше плотность окружающей атмосферы, тем она под большим углом летит. Но я, к сожалению, на лекции Игоря не был, я уверен, что он про это рассказывал. И после того, как вы уже вышли на орбиту, я вот на предыдущем слайде вам показал два варианта — круговая орбита и эллиптическая. На самом деле этих орбит больше. Вот здесь вот они показаны. Вот посмотрите вот в эту часть. То есть вначале у вас была круговая орбита. Потом, если вы вот в этой точке находитесь, и вы как бы выстреливаете себя вверх, то с определенной скоростью у вас будет окружность. Если вы выстрелитесь быстрее, то у вас орбита станет эллипсом. А если вы достигнете следующего рубежа, который называется второй космической скоростью, то у вас, да, вот по мере того, как вы от круговой орбиты увеличиваете скорость, вот этот эллипс, он вытягивается. То есть он будет вот такой какой-то, потом вот такой, потом вот такой. И когда вы достигнете второй космической скорости, этот эллипс там где-то в бесконечности разомкнется и превратится в параболу. А если вы увеличиваете скорость вот в этой точке еще, то вы полетите по гиперболе. И вот по этой траектории, в общем, как несложно догадаться, вы уже никогда не вернетесь, ну не обязательно к Земле, а к любому телу, с которого вы вылетели. И на самом деле вы выясняете, что все вот эти варианты – это так называемые конические сечения, потому что если мы посмотрим на конус, если мы его рассечем плоскостью перпендикулярной оси вот здесь, то это получится окружность. Если мы эту плоскость чуть наклоним, то в сечении получится эллипс. Если эта плоскость, которую мы рассекаем, будет параллельно вот этой грани, то в сечении будет парабола. Это вот эта как раз крайняя точка, крайняя траектория, связанная со второй космической скоростью. А дальше уже получается гипербола. И основная характеристика, которая описывает форму этой орбиты, называется экстентриситет. Замечательное слово, особенно для новичков. В общем, я не буду давать определения, потому что если вам интересно, вы легко это узнаете, а остальные все равно не запомнят. Если экстентриситет 0, то это мы имеем окружность. Дальше по мере того, как мы увеличиваем экстентриситет, окружность вначале превращается в эллипс, а потом эллипс вытягивается, вытягивается, вытягивается. Если экстентриситет близок к единице, то это эллипс уже совсем длиннющий и очень такой тоненький. Дальше крайний случай. Экстентриситет равен 1, это парабола, если вы улетаете ровно со второй космической скоростью. Ну и дальше гипербола. И чем больше экстентриситет, тем более гипербола распрямляется. И вот это все, как бы проблема описания этого встала еще в конце 16 века, после того, как Коперник описал свою гелиоцентрическую систему. Там она была клевая, но все равно там у него были вот эти круги, по которым двигались планеты, еще были эпициклы. В общем, она была сложновата. Поэтому тамошние ребята, которые тогда разбирались в науке, они стали задумываться. И вот это все наблюдали в основном за планетами, потому что искусственных спутников тогда еще не умели запускать. И как бы вот все эти законы могли вводить только на примере планет. И Кеплер заметил, что планеты движутся не по кругам с эпициклами, а они движутся все по эллипсам. И он сформулировал три закона, которые описывают это. И вот как раз первый закон в том, что все планеты движутся по эллипсу, в одном из фокусов, в котором находится Солнце. То есть вы видите вот здесь вот, что притягивающее тело, вокруг которого вы летаете, оно не в центре эллипса находится, оно находится вот здесь. Эта точка называется фокус. У эллипса два фокуса. Один здесь, второй вот здесь. Вот. А второй закон Кеплера. Да, вот эти ребята, они молодцы. Ну, про Кеплера я уже рассказал. Тихо Браге, он действовал чуть раньше, насколько я помню, Кеплера. Это был первый астроном, который стал научно документировать все свои наблюдения. Он там почти каждый день в течение 20 лет смотрел, где какая планета находится, и все это записывал. И у него получились гигантские архивы цифр, 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 в которых Кеплер потом разобрался и вывел свои законы. Примерно так это вышло. Вообще модный такой. Эти усы, видимо, тогда были в моде. В общем, второй закон Кеплера. Второй закон Кеплера описывает движение по орбите. В общем, выяснилось, что чем дальше вы от притягивающего тела, вокруг которого вы летаете, тем меньше ваша скорость. В общем, закон написан вот здесь, чтобы его пояснить. Радиус-вектор — это вектор, который соединяет, ну, в данном случае Солнце, если речь идет про планету, и саму планету. И, в общем, по мере того, как она движется по орбите, этот радиус-вектор, он как бы ометает эту площадь. И закон в том, что эта площадь для одинаковых промежутков времени одинаковая, где бы ни находилась планета. И получается, если она далеко от Солнца, то ей нужно двигаться медленно, чтобы этот закон работал. А близко она движется быстро. И получается, это выглядит примерно вот так. То есть вот здесь вот спутник летит медленно, а здесь быстрее всего. И есть две самые важные точки орбиты, которые в общем случае называются апоцентр и перицентр. В общем-то здесь все просто. Апоцентр — это самая дальняя точка, перицентр — самая ближняя точка. В случае с Земли эти слова заменяют на апогей и перигей. В случае с Солнцем — на афелий и перигелий. В случае с Луной — там переселений и опоселений, кажется. Ну, в общем, я не знаю. Я всегда использую эти слова, потому что они универсальные. Но, естественно, перигей и апогей тоже встречаются очень часто, потому что в основном летают вокруг Земли. Идем дальше. Третий закон Кеплера, он про периоды. Если у нас есть две орбиты вокруг одного и того же тела, орбита 1 и орбита 2, то у этой орбиты есть период, то есть это время, за которое спутник пролетает один виток. И у этой орбиты есть большая полуось. Она описана вот здесь. Я не знаю, всем ли видно текст. В общем, если взять точку в центре эллипса, и вот эту ось провести, самую длинную, то большая полуось — это полуось. В общем-то, здесь все довольно тривиально. Половина. В общем, и если у нас есть две орбиты, и мы знаем для одной обе характеристики, а для другой что-то одно, то мы можем почитать неизвестное. И, в общем, тут интересный случай применения этой формулы — это прикинуть, что будет, если мы возьмем период спутника, равный периоду вращения Земли вокруг своей оси. То есть представьте, что... Тут, наверное, уже можно... Следующий слайд. Это как раз таки называется геостационарная орбита. То есть это орбита, на которой период вращения равен звездным суткам на Земле, и она лежит в... Это круговая орбита, то есть не эллиптическая. Она лежит в плоскости экватора. И получается, что спутник на такой орбите вращается с той же угловой скоростью, что и сама Земля. И при этом он в плоскости экватора. И выглядит это сверху вот так. Я не знаю, ну, наверное, надеюсь, что кому-нибудь видно спутничек вот тут летает, а здесь вращается Земля. И, в общем, он находится всегда над одной и той же точкой. Это очень удобно для связи, для всяких телекоммуникационных спутников. Но единственный минус, что, как видите, она довольно далеко от Земли, почти 36 тысяч километров. То есть там задержка светового сигнала туда-обратно получается около 2 десятых секунды. Но, тем не менее, геоскционарную орбиту вовсю используют для этого. Потому что очень удобно. Спутник находится практически всегда в одной точке в небе. Ты туда направил тарелку, и у тебя всегда есть связь. И вот как раз с помощью вот этого значения вычисляется по... Ну, то есть можно вычислить его по третьему закону Кеплера, зная вот этот период. Я поясню, почему вот здесь не 24 часа, а на 4 минуты меньше. Дело в том, что звездные сутки, это за сколько Земля, делает один оборот вокруг звезд. Но дело в том, что Земля еще движется вокруг Солнца примерно на 1 градус в день, потому что 360 градусов и 365 дней. И то есть каждый день угол освещенности Земли относительно звезд смещается на 1 градус. И это дает как раз дополнительные 4 минуты. И получается практически точно 24 часа. Идем дальше. У орбит на самом деле чтобы полностью описать орбиту нужно 6 чисел. Вот тут вот это самая понятная схема, которую я нашел. Схема с Википедией вообще отличная, но даже несмотря на это тут сходу сложно наверное что-то разобрать. Ну, в общем, я не буду вас всем этим грузить, но чтобы описать положение плоскости орбиты нужно 2 числа. то есть как повернута плоскость. Дальше еще одно число нужно описать, чтобы описать как повернута орбита уже в этой плоскости. Еще 2 числа нужно, чтобы описать форму эллипса. Это как раз большая полость эксцентриситет. И еще одно число это вот это число это уже положение самого небесного тела на орбите в определенный момент времени. Ну, вот тут в общем на схеме отображено. Я сейчас хочу обратить внимание ваше на наклонение, потому что это самая такая интересная характеристика. Наклонение это ну, собственно, вот здесь нарисовано, здесь написано эклиптика, но в случае с Землей я объясню на примере Земли это на сколько градусов плоскость орбиты отклонена от экватора. То есть если вы крутитесь в плоскости экватора у вас наклонение ноль, как в случае с геостанарной орбитой. А если вы крутитесь например через оба полюса вот так вот, то это называется полярная орбита и наклонение у вас будет 90 градусов. И с полярной орбитой довольно интересная штука получается. И у меня тут есть даже специальный мини-экспериментик я вам хотел это продемонстрировать. То есть в чем принципиальная разница полярной орбиты и ну например экваториальной. И вот у меня тут есть глобус и мел. И я сейчас попытаюсь нарисовать как то есть над над какими точками поверхности проходят спутники в разных случаях. и в ну то есть тут будет два вращения. Во-первых это вращение спутника вокруг Земли. А во-вторых это вращение самой Земли. Спутник вращается вокруг Земли гораздо быстрее на низкой околоземной орбите это там около МКС и окрестности период обращения около полутора часов. То есть там получается порядка 16 витков спутник делает пока Земля повернется на один оборот. И если вы в экваториальной орбите то это выглядит как-то вот так. Вот здесь экватор и спутник летит вот так. И при этом Земля еще тоже вращается. В общем вот так медленно вращается Земля и быстро вращается спутник и в общем они вращаются в одной плоскости и получается что спутник всегда видит только экватор. А если мы летаем по полярной орбите вот так вот то получается довольно интересная вещь. Смотрите. я надеюсь понятно я могу продолжать тут наверное кривовато но в общем идея в том что на такой орбите Земля крутится под спутником и если на экваторе мы могли увидеть только экватор то на полярной орбите мы можем увидеть любую точку Земли и это очень активно применяется вот и теперь но есть одна проблема дело в том что из-за того что Земля крутится вокруг своей оси она имеет не идеально шарообразную форму потому что масса которая страточена у экватора ее центробежная сила так расталкивает и Земля с полюсов из-за этого приплюснута и гравитация у нее не идеальная то есть не та которую описал Кеплер а чуть-чуть другая выражается в данном случае я сейчас не буду вдаваться в подробности этого эффекта но в общем это приводит к тому что вот это несимметрия гравитационного поля Земли что плоскость орбиты она вращается как бы вокруг оси вращения Земли то есть она меняется и это иногда удобно а иногда неудобно но есть очень неплохое использование у этого эффекта это солнечно-синхронная орбита в общем случае вот тут написано обычная орбита сейчас я вам покажу как она выглядит но я вначале объясню что тут у нас вот это солнышко да кстати солнце в реальности белое если бы вы посмотрели на него из космоса так что я его нарисовал тут белым а рыжим она нам кажется из-за атмосферы вот в общем это солнышко вот здесь вот земля здесь видно что освещена вот эта сторона обращенная к солнцу а вот это орбита это ведь сверху я тут нарисовал для примера полярную орбиту вот так вот спутник вокруг Земли крутится и давайте посмотрим что будет происходить за три месяца три месяца это четверть года за год Земля делает целый оборот за три месяца она дойдет вот досюда примерно и произойдет вот что потому что орбита спутника она как бы как была так и осталась повернута а Земля из-под нее уехала потому что раньше спутник летал вот так вот и пролетал над каждой точкой в полдень а сейчас он пролетает там в шесть утра в шесть вечера ну и как бы полнейшая безысходность потому что ничего не видно вот это не очень круто но используя вот этот вот эффект который я вам описал прецессия орбиты да вот это вот вращение орбиты вокруг оси вращения Земли называется прецессия используя это да она зависит от кучи параметров но в общем их можно подогнать так что эта орбита будет вращаться с той же скоростью с которой Земля вращается вокруг Солнца и тогда получится вот так и вот это гораздо интереснее уже и выполняется вот это вот условие то есть как мы проходили вот здесь вот в полдень так и здесь мы в полдень и пролетаем через полгода и ну и соответственно дальше это будет продолжаться вот сам ну наверное самым интересным примером использования этой орбиты называется является орбитом молнии потому что так назывался первый спутник даже группа спутников там их было чуть ли не с десяток я точно не помню впервые использовали эту орбиту советские ученые и ой красный цвет не видно ну я не знаю мне это видно но в общем это такая очень вытянутая орбита которая снизу проходит около самой земли а сверху уходит очень далеко и орбита подобна так что период вращения спутника на этой орбите равен ровно половине звездных суток то есть пока земля делает два оборота вернее пока земля делает оборот вокруг связи спутник делает два витка и как мы с вами помним я надеюсь что вы еще не успели это забыть в апоцентре спутник движется очень медленно по сравнению с передцентром и в общем выглядит это примерно вот так вот я надеюсь что вы видите хотя бы красную точку которая тут бегает в общем вот она так здесь она падает вверх потом она резко взлетает и тут она зависает и получается что на одном витке она находится над Россией а на втором витке над Америкой в общем она вот так вот зависает над Россией над Америкой над Россией над Америкой вот и как вы вот здесь вот можете увидеть это позволяет отлично обеспечить связь. И с помощью этого эффекта впервые была проведена трансляция на всю страну. Из Москвы транслировали в Владивосток в Советском Союзе. Это было очень круто. Ну, телеэфир я имею в виду. Вот здесь нарисованы две точки на поверхности Земли. Они вот так вот связываются. Но одного спутника недостаточно, чтобы обеспечить непрерывную связь. Ну, потому что он может быть в этот момент снизу либо над Америкой. И поэтому используют три спутника. И это выглядит вот так вот. То есть это такое жонглирование спутниками. И получается так, что в каждый момент две точки поверхности, которые нам нужны, всегда через какой-то спутник связаны. Вот. И эту орбиту вовсю применяют. Ее преимущество перед геостационарной орбитой в том, что с геостационарной орбиты не видно полюса. Ну, то есть и не только полюса, а вообще любые области с большими широтами. А вот с этой орбитой отлично. И вот так вот выглядит проекция движения спутника на Землю. То есть он вот так вот вылетает здесь, зависает, потом так раз быстро зависает здесь, потом раз опять появляется здесь. и вот так вот он делает. И вот пока спутник здесь, можно отлично связать Москву с Владивостоком. Вот так через него. Раз, раз. Ну, вот эти параметры подобраны так, чтобы как раз прецессия комбинтировала вращение Земли вокруг Солнца. Теперь у нас тут на вовеске нет точки Лагранжа. Это несколько другая штука. Ну, для начала мы будем сейчас рассматривать систему из двух тел. В данном случае это Солнце и Земля. И, соответственно, движение космических аппаратов в такой системе. В общем, получается так, что есть пять точек, в которых гравитации этих двух тел совпадают так, что в них можно быть неподвижным относительно вот этой всей системы из двух тел. Потому что вот в этой точке Л1 Земля и Солнце с одинаковой силой тянут в разные стороны. Ну, и вы не чувствуете какой-то результирующей силы. Вот в этой точке вы как бы чувствуете, как будто вы находитесь на орбите такого тела гипотетического, которое там масса совмещена. Ну, в общем, неважно. Главное, что вас тянут в одну и ту же сторону. И вы как бы движетесь по более высокой относительно Солнца, чем Земля-орбите, но с той же угловой скоростью. Ну, вот здесь все происходит примерно так же, как и вот в этих двух точках, только Земля тянет уже в другую сторону. Ну, а в этих точках там, в общем, получается так, что результирующая сила гравитации, она направлена в центр масс системы Солнца-Земля. И, в общем, поэтому эта точка так и остается вращаться по той же орбите. Ну, и так же с этой. То есть, есть такие точки, прилетев в которые, вы становитесь неподвижными относительно системы отчета в данном случае Солнца-Земля или для Земли и Луны это тоже выполняется. И вот это такой своеобразный ответ на вопрос в анонсе лекции можно ли остановиться на орбите. То есть, на самом деле, вы, конечно, не остановитесь. То есть, ну, в данном, ну, то есть, вы во всех этих точках будете крутиться вокруг Солнца. Но, по крайней мере, относительно Земли и Солнца вы будете неподвижны. И вот, например, точку L1 вовсю используют для исследования Солнца, потому что это очень удобно. Солнце всегда видно. Землю всегда видно. А точку L2 часто используют для наблюдений за звездами, потому что там можно отлично понаходиться в тени. Единственное, там есть проблема то, что уже не так активно ты сможешь использовать солнечные батареи, но там, в общем, регулируют сколько-то времени проводят на Солнце. То есть, спутники L2, если они хотят использовать солнечные батареи, то они не в одной точке находятся, потому что она в тени, а они как бы крутятся вокруг нее, чтобы быть и на Солнце, и в тени. Ну, как несложно догадаться, эти точки заметил Лагранж еще там в конце XVIII века. сегодня их вовсю используют. Теперь перейдем к полетам непосредственно. Вот представьте, что у нас есть две круговых орбиты. Вот эта белая, по которой мы летим, и вот эта рыжая, ее кажется опять плохо видно, к сожалению, на которую мы хотим попасть. Как это сделать? Самый простой способ. Как вы помните, я сказал, что вот в случае с... Если мы крутимся в ту же сторону, вот в такую сторону, то я вам в самом начале показывал, что если с круговой орбиты начать увеличивать в какой-то точке скорость, то орбита начинает с противоположной стороны вытягиваться. Поэтому вот мы можем взять и вот в данном случае вот в этой точке начать газовать. И, блин, ну, в общем, я надеюсь, вам видно все-таки. Вот тут вот ваша орбита превратилась вот из такой белой вот в такую зелененькую. То есть перед центром у нее остался в этой же точке, но вы подняли обоцентр. И так, что он касается вот этой орбиты. И получилась такая эллиптическая траектория, которая касается и одной, и другой орбит. И тут надо, кстати, заметить, что вот когда я говорю газовать, я имею в виду, то есть в баллистике очень часто рассматривают случай, когда считается, что ваш аппарат ускоряется мгновенно. То есть у него была одна скорость, ему дали какой-то импульс мгновенно, и его скорость в ту же секунду, грубо говоря, увеличилась, потому что ну, если сравнивать с периодом обращения, то время там работы двигателя, оно не так велико. Естественно, чтобы рассчитать уже все, для реальных аппаратов это учитывается, но для более-менее приближенных расчетов можно учитывать, что скорость изменяется мгновенно. То есть вы были вот в этой точке, летели с какой-то скоростью, дали импульс, и ваша орбита поменялась вот на такую. И вы начинаете по ней двигаться, и летите вы вот так, опять же, вот здесь быстро, а здесь уже медленнее. И в этот момент, если бы вы ничего не сделали, вы бы продолжили двигаться вот по такой-то орбите досюда. Но вам нужно попасть на эту орбиту, а вы как раз уже находитесь на одной из ее точек. Значит, а как вы помните, при увеличении скорости, то есть это на самом деле выполняется только для по центру и перед центром, но если вы находитесь в по центре, и вы увеличиваете свою скорость, то перед центром тоже начинает расти, как и вот в этом случае. И вот в этот момент мы даем второй импульс, то есть еще раз увеличиваем нашу скорость, и с орбитой происходит вот это. Она совпадает с конечной орбитой, на которой нам нужно. И дальше мы спокойно продолжаем по ней движение. Вот. И с точки зрения энергетических затрат это самый выгодный переход. И еще, кстати, интересный момент. В общем, конечная ваша скорость, которая получится после вот этого включения двигателя, она будет гораздо меньше, чем ваша скорость здесь. Несмотря на то, что вы здесь ускорились, и здесь ускорились. Это происходит из-за того, что вот пока вы летите вот здесь вот, ваша скорость очень сильно падает. Ну, вы помните, что перед центром мы движемся быстро, по центре мы движемся медленно. и чем дальше вы отлетаете, ну, к примеру, от Земли, тем меньше скорость, которая вам нужна, чтобы летать по круговой орбите. И поэтому первая космическая скорость у Земли что-то 7,9... Нет, 7,1 это вряд ли. Да. А спутники летают по геостационарной орбите там со скоростью, я боюсь соврать, по-моему, около 2 км в секунду. Ну, в общем, меньше. А Луна летит по своей орбите, которая в 10 раз больше, чем геостационарная, там со скоростью еще около 1 км в секунду, если не ошибаюсь. Вот. Теперь я хочу пояснить, что такое энергетические затраты. Вот здесь я написал. Это может быть не очень понятно. А энергетические затраты на самом деле были описаны еще в конце 19 века чуваком, которому тут недалеко стоит памятник. Циолковский. Ну, он основывался на самом деле на работах, которые были там что-то в 811 году кто-то опубликовал это движение аппарата с, в общем, с отделяющейся от него массой. В общем, он описывает такое движение, когда ты летишь и от тебя отделяется масса. Это именно то, что происходит. Ракета летит и от нее отделяется масса топлива с какой-то скоростью. И из-за этого она двигается. В общем, Циолковский придумал вот эту формулу. Здесь вот это V это скорость, которую вы можете развить. Она называется характеристическая скорость. и это удельный импульс двигателя. В данном случае это скорость, с которой топливо вылетает из двигателя относительно двигателя. То есть с которой двигатель его выплевывает. Это, в общем-то, очень важная характеристика. Я думаю, что Игорь об этом рассказывал вам. Вот. Вот эти две массы это начальная масса и конечная масса. То есть M2 это масса пустой ракеты, а M1 это масса ракетой с топливом уже. И вот здесь есть график, по которому отлично видно, что чем больше скорость вы хотите получить, масса, ну вот это соотношение, то есть, грубо говоря, количество топлива, которое вам нужно взять, оно растет экспоненциально. Потому что если вы, грубо говоря, хотите лететь в два раза быстрее, вы, казалось бы, берете в два раза больше топлива, но ой, вам теперь это топливо тоже нужно тащить. И вы увеличиваете, вы добавите еще топливо, чтобы вот это новое топливо тащить, и в общем отсюда экспоненты и получаются. И вот эта вот характеристическая скорость, это ну в общем это такой универсальный параметр, который есть у каждого космического аппарата, который показывает, в общем, докуда вы можете добраться, то есть какие маневры вы можете совершить. Это очень удобная характеристика, потому что ну вот, например, если вы строите космический аппарат какой-нибудь, и вы говорите, чтобы сделать этот маневр, нам нужно 100 килограммов топлива, а чтобы сделать тот маневр, нам нужно еще 100 кто-то топлива. но если кто-то проектирует другой космический аппарат, у них другая масса, другой двигатель и все другое, и это число у них будет абсолютно совершенно не такое, как у вас. А вот изменение характеристической, ну вернее, просто изменение скорости во всех маневрах одинаково. Если мы вот тут вернемся чуть назад, то если у нас есть две конкретные орбиты, то мы можем сказать, что вне зависимости от аппарата космического, если он весит там один килограмм или он весит пять тонн, и тому и тому аппарату вот здесь нужно будет увеличить скорость ровно на столько-то, ну там допустим на 2 километра в секунду, а вот здесь еще на километры в секунду. И получается, что в сумме для этого маневра нам нужно 3 километра в секунду характеристической скорости. то есть вот здесь два и один здесь. ну собственно вот по этой формуле она считается и именно эта характеристика позволяет нам например нарисовать такую карту. Но тут не обязательно что-то рассматривать, в общем здесь вот есть разные орбиты и написаны затраты характеристической скорости, которые нужны, чтобы перейти с одной орбиты на другую. И вот эти красные стрелочки это означает что ну вот к примеру если вы летите к Земле ну или наверное лучший пример к Марсу потому что к Земле летят довольно редко. Если вы например летите к Марсу и вы к нему подлетаете на большой скорости и вам нужно выйти на орбиту то вы можете затормозить с помощью двигателя а можете использовать его атмосферу в реальности насколько я знаю так ни разу не делали но в общем чисто теоретически с помощью атмосферы можно затормозить ну то есть это всегда используется при приземлении на Марс вы просто подлетаете и дальше вас тормозит атмосфера пока вы не раскрыли парашют и вот эти стрелочки означают что вы можете тормозить не двигателями а как бы просто упасть и вас затормозит атмосфера в общем вот эта карта показывает каким запасом характеристической скорости должен обладать аппарат чтобы до куда-то долететь там если вам нужно до Марса то нужно вот тут все просуммировать если до Луны вот тут и дальше когда вы смотрите космический аппарат когда вы строите космический аппарат вы говорите ага там я полечу с низкой околоземной орбиты мне нужно на Марс для этого там нужно там я не знаю я точно не помню сколько до Марса ну в общем до орбиты Марса наверное около 10 может быть 6 как-то километров в секунду в общем какой-то определенный запас характеристической скорости и дальше вы рассчитываете количество топлива которое вам нужно там масса аппарата двигателя исходя из этого а теперь вот этот небольшой чит такой гравитационные маневры как вы наверное уже все догадались представьте себе планету она гигантская она настолько огромная что сложно уместить себе в голове вообще насколько она огромная и насколько много она весит и при этом вот например Земля движется по орбите со скоростью 30 километров в секунду чтобы посчитать энергию Земли нужно массу умножить на 30 километров в секунду в квадрате и поделить пополам короче это огромное совершенно число неимоверных размеров это вот энергия планеты которая движется по орбите и если бы мы откололи от этой энергии хотя бы маленький кусочек то мы бы ее разделили на массу аппарата и получили бы нехилое такое превращение в скорость то есть ну вот представьте себе что вы стоите например на железнодорожных путях и на вас мчится поезд ну это не очень позитивная ситуация но во имя науки в общем на вас движется поезд с какой-то скоростью и вы в него бросаете например каучуковым мячиком в надежде что он остановится например и относительно поезда этот мячик летит с какой-то скоростью ну например в 0 а поезд тоже движется на вас с какой-то скоростью в и в системе отчета поезда это будет абсолютно упругий удар и если смотреть с поезда мячик отскочит с той же скоростью с которой он и прилетел ну это наверное так со слов не очень понятно но в общем факт тот что к скорости каучукового мячика добавится две скорости поезда и вот поезд вас едет вы бросаете каучуковый мячик и возвращается он вам в лоб с той же скоростью с которой вы его кинули плюс две скорости поезда то есть энергия каучукового мячика выросла но есть закон сохранения энергии и соответственно если энергия где-то прибавилась где-то ее должно убавиться откуда интересно она убавилась правильно у вас все-таки получилось и поезд действительно стал ехать чуть-чуть медленнее и вы может быть умрете чуть-чуть позже но так как разница в массах у поезда и у кучукового мячика настолько мала что она даже незаметна вы также не заметите это изменение скорости точно так же по такому же принципу работают гравитационные маневры то есть вот здесь летит планета она супер массивная ее масса никак не сравнима с массой космического аппарата и мы вот тут как бы за нее цепляемся то есть вот когда космический аппарат находится вот в этой точке планета тянет его к себе и тем самым добавляет ему скорости и вместе тем спутник он как бы тянет к себе планету мы не можем это отрицать и у него это даже получается и собственно тем самым в итоге получается что после того как спутник от планеты отлетает вот здесь показан график скорости вот изначально скорость была вот такая а в конце вот такая мы получили приращение скорости в общем-то бесплатная за счет того что мы уменьшили скорость планеты ну на какие-то микроны там за миллион лет вот и точно так же можно и затормозить если пролететь с другой стороны планеты и гравитационные маневры это они очень часто используются при исследовании Солнечной системы и наверное наряду с аппаратом Розетта самым ярким примером является аппарат Кассини он летел вот по такой траектории изначально его запустили в 97 году к Венере то есть чтобы попасть к Сатурну где ну вот который там где-то далеко мы запустили аппарат к Венере не очень очевидное решение но при первом пролете Венеры через полгода аппарат ускорился и вот у него была вот такая траектория а стала вот такая красненькая и затем еще через два года он пролетел нет через один год естественно он пролетел у Венеры еще раз и еще увеличил свою скорость и уже полетел вот по этой траектории а здесь он встретился с Землей и он еще и у Земли позаимствовал энергии и после этого у него была такая скорость что он уже полетел вот туда и тут еще пролетел через около Юпитера и еще Юпитер замедлил и это позволило ему там с довольно маленькими затратами энергии вот собственно той же характеристической скорости прилететь к Сатурну потому что если запускать напрямую с Земли на Сатурн траектория то есть вы с самой Земли уже должны были себе обеспечить орбиту но если говорить про гомоновский маневр про который я говорил то у вас орбита должна была быть какая-то вот такая и вы уже при старте должны были разогнаться до такой скорости чтобы во-первых покинуть поле гравитации Земли естественно то есть вам нужно было бы разогнаться до второй космической скорости и потом еще довольно много чтобы расширить вот этот эллипс до Сатурна а так вы просто долетели до Венеры которая не так далеко и дальше два раза вот и на самом деле если я не ошибаюсь чуть ли не такая же схема была у Розетты которая прилетела к комете Чурьему Герасименко думаю что вы про это слышали по-моему она тоже я не помню в ком порядке но ну в общем если вам интересно почитайте у Розетты траектория была просто офигенная там она тоже ускорилась у Венеры потом у Земли кажется потом еще раз у Венеры а потом она еще прилетела около двух астероидов там на них посмотрела и потом уже только прилетела к комете в общем они там с баллистикой запарились по полной программе и еще гравитационные маневры это такая последняя тема наверное самая сложная они в частности интересны из-за того из-за такого эффекта который сходу может быть не очень очевиден но в общем вот вам формула в общем без формул у нас все равно я как-то старался объяснять базовые принципы и не мучить вас формулы но здесь формула не такая уж и сложная это удельная энергия то есть это ваша энергия деленная на вашу массу и она зависит как видите только от скорости представьте что вы летите с какой-то скоростью и вы делаете маневр включаете двигатель и тем самым ну то есть он у вас сколько-то работает и вы его выключаете и вы получили прирост скорости дельта в то есть у вас была скорость в а стала тут ошибочка тут была нет все правильно это скорость которая у вас стала у вас была скорость в 0 а стала скорость в 0 плюс дельта в и вот здесь вот показана ваша энергия которая у вас после этого стала то есть ну в превращается в 0 плюс дельта в потому что это конечная скорость это начальное это изменение а вот эта штука по формуле превращается вот в такую штуку и вот эта энергия которая у вас была изначально а вот это приращение энергии которое вы получили в результате маневра ну потому что вот это у вас уже было а вот это стало значит вот это все приращение и как вы видите в приращении есть в 0 то есть приращение вашей энергии зависит от вашей начальной скорости и выходит так что чем быстрее вы изначально двигались тем больше энергии вы получили в результате того же самого маневра и опять же эта энергия не берется ниоткуда это на самом деле энергия топлива то есть с вами вот и топливо которое вы выстреливаете оно то есть его энергия тоже как бы заложено вот в эту начальную энергию которая была то есть если вы разогнались до большой скорости то вы до большой скорости разогнали и топливо которое у вас есть и энергия это топливо увеличивается и вы этим пользуетесь в общем получается так что чем быстрее вы двигаетесь тем выгоднее вам в данной точке тратить топливо ну в общем здесь написано то же самое и чтобы это проиллюстрировать я приведу конкретный пример в общем-то который да замечательно я вот не учел что нифига не видно будет в следующий раз буду делать поярче эти штуки в общем видимо попытаюсь словами описать в общем как вы может быть еще помните я сейчас работаю над лунным спутником в том числе мы рассчитываем как нам туда прилететь нам нужно прилететь на какую-то орбиту и у нас есть два ну то есть не два естественно варианта там все очень сложно но можно представить так скажем два крайних варианта то есть в конечном итоге нам нужно будет оказаться на какой-то высоте над поверхностью которая позволит круто фоткать это там довольно низкая высота то есть нам нужно будет летать по низкой очень над луной орбите и у нас есть вариант либо сразу же прилететь на эту орбиту то есть вот здесь вот мы прилетаем от земли и траектория выглядит вот так вот так вот мы летим здесь и вот здесь мы тормозим потому что здесь скорость очень большая если мы ничего не сделаем мы просто пролетим мимо это кстати пример из одного из первых слайдов гиперболической траектории то есть вот мы вот так летим от земли мимо луны если мы ничего не сделаем мы пролетим мимо ну или может быть вернемся к земле в общем чтобы нам остаться на нужной орбите низкой нам нужно вот в этой точке затормозить то есть в той точке где вот эта траектория пересекается с орбитой на которой мы пролетаем а второй вариант это мы изначально прилетаем на очень высокую орбиту ну или не очень высокую относительно высокую орбиту и там на высокой орбите больше период то есть у нас там будет больше времени посмотреть что как и ну там меньше опасности врезаться в луну что немаловажно и все такое и поэтому второй вариант вначале прилететь вот мы здесь прилетаем вот отсюда мы можем прилететь на высокую орбиту ну здесь показан сразу перелет на низкую но мы можем вот здесь полетать по круговой орбите от этого ничего не изменится ну в общем неважно вначале прилететь на высокую орбиту и вот затормозить вначале здесь и мы начнем вот так вот падать, это, кстати, тоже пример Гомоновского трансфера, то есть с высокой орбиты на низкую. Он, естественно, работает в обе стороны, не только с низкой на высокую. То есть второй вариант, это затормозить здесь, а потом затормозить здесь. И мы в итоге оказываемся на той же самой орбите. И, в общем, я взял пример, я уже не помню, тут, кажется, высота 211, километров, я взял, а вот здесь вот высота 3000. То есть, если мы изначально прилетим на довольно высокую орбиту над Луной, круговую, высотой 3000 километров, то нам вот в сумме на вот эти вот оба маневра понадобится вот столько характеристической скорости. То есть это изменение скорости здесь плюс изменение скорости здесь. А если мы сразу прилетим на низкую орбиту и затормозим уже на ней, то вот это вот торможение будет всего вот столько. Это в полтора раза меньше примерно. И это выполняется из-за того, что если мы прилетаем вот по такой траектории, вот здесь только Луны тормозим, то у нас скорость гораздо выше, чем если мы прилетаем вот по такой траектории и тормозим где-то вдали от Луны. Ну, потому что, опять же, чем дальше мы от Луны, тем, ну, вернее, не обязательно от Луны, от любого тела, чем дальше мы на орбите, тем меньше у нас скорость. Ну, как бы при сохранении, так скажем, формы орбиты. В общем, если у нас есть гиперболическая орбита вокруг Луны, то чем ближе ее перед центр к Луне, тем больше в ней скорость. Вот. И поэтому нам нужно будет как-то балансировать между использованием этого замечательного эффекта и ну, в общем, многими другими факторами. Потому что от характеристической скорости зависит, в общем-то, запас топлива, а значит, масса аппарата и куча всего другого. Так что используя этот эффект, можно довольно много сэкономить. И в связи с гравитационными маневрами я сказал, потому что, вот видите, в момент гравитационного маневра ну, ждем график. Все ждем график. Вот. Вот в этой точке скорость очень большая. То есть, это точка, когда вы ближе всего к планете. И поэтому, если в этот момент включить двигатель или сделать какую-то коррекцию, то можно довольно много выиграть. и вот к этой надбавке за счет самого гравитационного маневра еще добавится вот эта эффективность вашего маневра, связанная с эффектом оберта, который я, кстати, не озвучил. На этом у меня, пожалуй, все. Это такие основные фишки движения. Ну, еще разве что можно добавить, наверное, я надеюсь, вот, например, вот этот маневр используется при движении от Земли к Марсу. То есть, если представить, что вместо вот этого синего шара солнышко, а вот здесь вот Земля, а вот здесь вот Марс, то, в общем, на Марс так и летают примерно. и то есть нужно так подгадать, чтобы вы вот вылетаете вот здесь вот, и Марс в этот момент на самом деле где-то, я не знаю, где-то он может быть вот тут вот он находится. В общем, вам нужно так подгадать, чтобы что в тот момент, когда вы окажетесь здесь, Марс тоже прилетит сюда. А как вы знаете, наверное, и Земля, и Марс крутятся постоянно. И поэтому такие моменты, что Земля находится здесь, а Марс будет находиться вот здесь через нужный промежуток времени, такие моменты возникают примерно раз в два года, там чуть-чуть реже, кажется, 25 месяцев, если я не ошибаюсь. Вот, и вот как раз ближайшее такое окно будет в марте, и мы, я надеюсь, отправим туда наш аппарат, а американцы в это окно не смогли, не уложились. что-то у них там какой-то прибор забарахлил, и они не успеют его починить, и поэтому откладывать приходится аж на два года, потому что следующий шанс будет только через два года полетов к Марсу, вот, ну и поэтому у них там возникает вопрос, там хранение еще очень дорого стоит, в общем, теперь миссия вообще непонятно, что с ней будет, но я надеюсь, что все-таки запустят ее через два года. Может быть, я что-то еще хотел сказать и забыл, но надеюсь, что нет, и надеюсь, что вы, может быть, что-нибудь поспрашиваете. Нет? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если вам АПЛОДИСМЕНТЫ